Новогодние подарки для особенных учеников школы-интерната собирали три месяца. 20-я школа в дружбе с ребятами уже не первый год. Сегодня они поздравили учеников с наступающим Новым годом и подарили долгожданные сюрпризы. На встрече полной детской радости побывала Марина Хохлова. Это еще не новогодний утренник, а подарков в руках счастливых детей уже много. Ученики 20-й школы пришли в гости в интернат не с пустыми руками. Все 25 классов с 1 по 11 собирали подарки по акции три месяца. Каждый приносил все, что может. Здесь и средства гигиены, книги, игрушки и просто одежда. Нам подарили мыльный предназлезный штип, книжки, чтобы мы читали, развивали, чтобы лучше говорили. И мы их читаем очень. Нам очень понравилось. Спасибо большое. Мы хотим, чтобы дети из интерната стали немного счастливее и относились к миру теплее, чем на данный момент. И чтобы они были счастливы и развивали свое логическое мышление. Ребята из 20-й школы уже три года не обходят новогодним вниманием учеников школы-интерната. Подарки также достанутся и ребятам из детского дома и интерната на острове Ягры. По словам юных Дедов Морозов, собранного достаточно. Поэтому ни один ребенок без подарка не остался. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Драка с применением холодного оружия произошла минувшей ночью в Северодвинске. Медиков вызвали в один из домов на улице Комсомольской. На месте врачи обнаружили 28-летнего молодого человека с ножевой раной живота и резанными ранами предплечья. Пострадавший потерял много крови и был госпитализирован в горбольницу номер 2. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Световая опора встала на пути. На Ягринской развязке водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина ударилась о бетонный столб и повалила его. Мужчина за рулем иномарки не пострадал, а вот его авто теперь потребуется дорогостоящий ремонт. По факту ДТП проводится проверка. Если северодвинца признают виновным в происшествии, ему придется возмещать причиненный ущерб. А пока работники горсвета сами восстановят поваленный фонарь. Сегодня днем на перекрестке улиц Советская и Железнодорожная столкнулись сразу четыре автомобиля. Первыми на перекрестке встретились «Ауди» и «Рено». Через некоторое время в этом же месте к двум другим автомобилям добавились еще и «Волга» с «Ауди». Сейчас обстоятельства и виновников двух аварий устанавливают сотрудники ДПС. Под Архангельском произошли две серьезные аварии. На трассе М8 у поселка Любовское столкнулись три автомобиля. ВАЗ-2112 вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Опель Вектора». Затем отлетел на «Хюндай Санта-Фе». Еще один участник ДТП «Опель Зафира» шел за корейским внедорожником. Водитель увел автомобиль от столкновения в кювет. 58-летний водитель «Лады», не пристегнутый ремнем, погиб на месте. Пострадал и пассажир его авто. Получил травмы и пассажир внедорожника «Хюндай». Еще одна авария произошла на выезде из Архангельска. Автобус «Лиаз» 133 маршрута лоб в лоб столкнулся с «Субару Форестер». От удара машины вылетели в кювет. Автобус перевернулся на бок. 14 пассажиров «Лиаза» смогли сами выбраться наружу. Одной девушке потребовалась помощь медиков. С серьезными травмами госпитализировали и водителя иномарки. Точные обстоятельства двух ДТП выясняют сотрудники дорожно-патрульной службы. Труба вместо орудийного снаряда. Рабочие возле дома на Советской 35 обнаружили подозрительный предмет. О находке сообщили в полицию. На место выехали все экстренные службы города. Металлический объект обследовал кинолог с собакой. Четвероногий сотрудник полиции следов взрывчатых веществ не обнаружил. В итоге снарядом оказался наконечник вибромашины, применяемый при уплотнении бетона. Красота водного мира, разнообразие флоры и фауны, а также нелегкий труд моряков. Сегодня смогли увидеть северодвинцы. Международный фестиваль «Море зовет» привез около 140 фильмов из 17 стран мира. Свою награду получили и наши кинематографисты. Сергей Апрелев не понаслышке знает, что такое настоящий океан. Он, бывший командир двух подводных лодок, сейчас директор международного кинофестиваля «Море зовет». Уже в девятый раз он стартует в Петербурге, а заканчивается в Северодвинске. Все фильмы посвящены морской тематике. Работы представили кинематографисты из 17 стран мира, в том числе и нашего города. Не может быть великой державы, если она не морская. А если наше население не будет уделять должного внимания именно морской составляющей, мы, к сожалению, никогда не выкарабкаемся из того трудного положения, в котором оказался настоящий момент Россия. Северодвинский фильм Дмитрий Донской на фестивале победил в номинации «Лучший фильм о корабелах». Он об уникальности морского атомного подводного крейсера, его судьбе и жизни его создателя Сергея Ковалева. Не упустили кинематографисты и подвиги подлодки. От пуска ракет до второго рождения. Конкуренты киностудии «Севмаша» на суд жюри представили около 140 работ. Они о красоте водного мира, необычных растениях и животных подводных глубин. Они очень интересны с точки зрения образования. И вообще, посмотреть, как люди, связанные с морем, воспринимают море и живут на море. У нас же все равно в нашем городе своя позиция. Мы воспринимаем море как какое-то одно, а, допустим, в Испании то же море воспринимать немножко по-другому. Кстати, именно испанский фильм «Послание» про красоту океана и в то же время о вреде, который наносит ему человек, получил гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне. О работе северодвинских кинематографистов члены жюри отмечают уже второй год подряд. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Пройти топы, подняться выше и быстрее всех – задача ледолаза. В Северодвинске прошел Кубок области. Помериться силами в ледолазы не приехали около 80 спортсменов из Архангельска и Северодвинска плюс один из Владикавказа. Первые шаги по отвесной трассе Георгий сделал еще в третьем классе. Скалолазанием он занимается около 15 лет. После долгого перерыва Георгий вновь вернулся покорять вершины. В нашем городе на Кубке области по ледолазанию он защищает честь архангельских спасателей. В категории среди мужчин Георгию, как и другим спортсменам, необходимо пройти две трассы на трудность и одну на скорость. Во-первых, очень холодно, руки намерзают. Во-вторых, трассы сделаны так, что без хорошей физической подготовки трассы не пройти. То есть очень много надо потратить сил. Ну и зацепы так расположены, что обязательно нужна техника. И на этих тоже ничего не получится. Хорошая физическая подготовка и техника принесли Георгию победу в своей категории. Всего на соревнованиях приняло участие 74 спортсмена из Архангельска, Северодвинска и даже один из Владикавказа. Среди юниоров до 14 лет призовые места заняли северодвинские спортсмены. Самым юным здесь стал 9-летний Денис Просковин, который занял третье место. В категории юношей от 15 до 16 лет не всем северодвинцам удалось попасть в тройку лидеров. Я прошел нормально так-то. Сначала забыл зону задеть, пришлось обратно возвращаться. Потом задел и через вот покрышку перелез на другую сторону и у меня чуть нога не срывалась. Но на руках удержался. До зоны я долез, а вот до топа навряд ли всего. Потому что у меня рост не очень высокий и не хватает. Несмотря на рост, Даниилу все-таки удалось занять первое место в своей категории. Также в соревнованиях приняли участие девушки. Здесь отличилась северодвинка Елизавета Дмитриева. По результатам соревнований сформирована команда, которая будет защищать область на чемпионате и первенстве России. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник Северодвинска. Провести вечер на льду не помешал даже 20-ти градусный мороз. На Ягринском стадионе «Беломорец» для любителей активного отдыха молодежный центр устроил искры зимы. Праздники под открытым небом теперь планируют устраивать каждые выходные. Многие фигуристы из этого хоровода на коньки встали впервые в этом году. Провести вечер на льду не помешал даже 20-ти градусный мороз. Вот с братом и с друзьями. Нравится вам как вообще отдых на коньках? Хорошо, только прохладно. Думаю, кажется, в выходные будем ходить кататься. Тут не ходят же не только взрослые дети, так же ходят и маленькие, чтобы было всем весело. Кому-то может быть неинтересно просто так кататься, кому-то может хочется поиграть. Прийти на стадион «Беломорец» Ягринцев заставил праздник искры зимы. Его на стадионе организовал молодежный центр. Любителям активного отдыха приготовили веселые эстафеты и сладкие призы сказочных героев и футбол на снегу. Это очень веселое действие, где играет музыка, где много позитивного народу, где все уже с того года подружились и друг друга знают. Поэтому все с радостью к нам приходят каждую субботу. В следующий раз на Ягринском льду организуют выступления военных клубов и лучших фигуристов города. Молодежный центр уже подготовил программу ко дню влюбленных 23 февраля и 8 марта. Праздники на льду молодежка впервые провела прошлой зимой. Они были, мы начинали пробовать. Сейчас понравилось людям, что вот, ну, слышите, как громко музыка звучит. Люди идут активно и все говорят, встречаемся на стадионе. Молодежь приходит сюда. У нас политика, то, что мы, нас на стадионе нельзя пить, курить. Нас ведут все здоровый образ жизни. Это радует. С этого года искры зимы станут еженедельными. Гостей на коньках и бес ждут на стадионе «Беломорец» каждую субботу с 17 до 20 часов. Анна Бибикова, Андрей Синачин, Вестник, Северодвинска. Анна Бибикова, Андрей Синачин.